Всем привет, друзья! Меня зовут Олег Брейн, и мы сегодня будем играть в The Plan. Для кого-то может показаться, что это симулятор мухи, где вы просто будете летать, что-то делать, а может даже ничего не делать, просто будете летать и, например, садиться на дерьмо. Ну что же можно подумать о симуляторе мухи? Но нет, разработчики хотят нам донести что-то больше. На самом деле тут кроется какой-то тайный смысл, есть даже арт-хаус, проблемы жизни и смерти. Ну что, ребятушки, давайте посмотрим. Честно говоря, очень интересно. Ну что, давайте дадим для начала нашей прекрасной мухе имя. Я думаю, что Жужа будет просто идеально. Ой, блин. Я нажал вверх, и она так подскочила. Такая целеустремленная муха, она очень, видимо, хотела взлететь. Ну что, за нами остается приятный такой белый шлейф. Ой, какая жесть. Ну что, ребятушки, полетели. Полетели. Не знаю, кому как, но по первому взгляду... Ой, 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 ой. Напомнила Лимба почему-то. Вот такая вот уже атмосфера, но Лимба у нас был черно-белый, а тут немножечко все так как бы цветное, да, с одной стороны, но тем не менее. Значит, смотрим. На симулятор мухи, честно говоря, это не очень похоже, но что-то в этом есть. Мы просто пока что движемся вверх. Попутно мы видим, что сверху падают листочки, которые могут, видимо, как-то навредить нашей мухе Жужа. Но я пытаюсь всячески маневрировать, чтобы не повредить наши и без того довольно хрупкие крылышки. Так, значит, тут у нас проблемы жизни и смерти. То есть нам показывают, насколько же жизнь скоротечна. Чтобы вот на протяжении всей жизни вы движетесь вперед. Ой, 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 смотрите, мы попали в паутину. Это говорит о том, что в жизни вы тоже можете попасть в какие-то ловушки. У вас бывают черные полосы, бывают белые полосы. Бывает, когда вам везет, бывает, когда вам не везет, естественно. Поэтому разработчики решили это показать, видимо, на фоне мухи. Что она примерно как человек, если переводить аналогию, проживает тоже довольно-таки насыщенную, интересную жизнь. В данном случае, видите, нам еще ветер под сильные потоки ветра преграждают путь. Ну, знаете, как говорят, да, что ты идешь, и тебе в спину дует попутный ветер. Ой, 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 ой. Тебе в спину дует попутный ветер. Что это хорошо. Если ты идешь, он тебя подталкивает. То есть ты идешь целенаправленно к своей цели. Бывает, вот как с нашей мухой Жужей, ветер почему-то, к сожалению, не в спину, а прямо в ее, не знаю, не мордашка. Ну, там, где у нее миллион глаз, в общем, в ту зону дует ветер и избивает нас с пути. Как-то это не очень хорошо. А мы продолжаем лететь. Честно говоря, тут нету никаких диалогов. Вы не поймете, в принципе, что тут куда надо делать, потому что геймплея, как такового, здесь и нету. Тут хотят разработчики вам показать что-то конкретное. В данном случае мы, смотрите, как камера аккуратно так отдаляется. Я даже не сразу это заметил. Наша муха Жужа стала очень маленькой. А нам пытаются показать, видимо, весь массив этого леса. Насколько он глобален, да, насколько он огромен. Но на заднем плане видно, вроде бы, как деревья какие-то, да, что-то такое. И мы пытаемся, видимо, выбраться из этого леса, но, к сожалению, получается не очень хорошо. Преграждают же нам путь листочки, потоки ветра, паутина. Вот как-то так. Ну что, муха пыталась подняться все выше и выше. Но мне кажется, что там не видно ни конца, ни края тому, что мы поднимаемся так, ветер. Ай-яй-яй-яй. Он сносит, видите? Но муха у нас довольно-таки целеустремленная, поэтому надо идти до конечной. Не в маршрутке конечной, а до конечной цели, конечно же. Так, поднимаемся. Вот, уже видны верхушки, смотрите. Ёлочки растут. Поднимаемся, поднимаемся. Если приводить аналогию, опять же, с человеком, то есть вы вот так вот на протяжении всей жизни идёте, идёте вверх, идёте. И наверху мы посмотрим, что нас ждёт. Посмотрим. Что же будет там на победном верху, на Олимпе, на самой вершине? Ведь мухе тоже интересно, что же там такое? Поднимаемся. Смотрите, вот сейчас буквально пропадут верхушки самых высоких ёлочек. Что это там? Ёлочки вроде бы как по виду. И муха выходит в открытый космос. Первая муха, которая побывала в открытом космосе. Отлично. Эти звёзды, посмотрите на эти звёзды. Муха Жужа хотела прикоснуться к ним. Они были прямо возле неё. Их было очень много. Миллионы и миллионы сверкающих, как маленькие лампочки звёзд. Смотрите, реально сейчас в космос улетим такими темпами. А там уже жизнь. Мы знаем, какая в мёртвом космосе жизнь. Вспомните Айзека. Кларка из мёртвого космоса. Там тоже всё хреново. Как и на Земле примерно. Ну а тем не менее, довольно-таки бодрящая музыка, которая, знаете, говорит, иди, лети, моя хорошая. Лети, лети, лети. Смотрите, мы летим. И кажется, что я уже ощущаю, что где-то рядом должно быть светило. А в данном случае, возможно, это будет солнце или что-то такое. Потому что лучи, видите, такие идут. Интересно. Давай, давай, моя хорошая. Ты должна это сделать. Давай, да я верю в тебя, Жужа. Жужа, все мы верим в тебя. Давай, 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 давай. И ещё немножечко. Ещё совсем чуть-чуть. И ты узнаешь, в чём смысл этой грёбаной жизни. Ведь не только на дерьмо садиться. Лампочка. Ой, Жужа, Жужа. Мне кажется, смысла в твоей жизни не было. Садилась бы лучше на дерьмо, как раньше. И не знала бы проблем. Это был кратенький смотр и обзорчик игрушки The Plan для рубрики Необычные игры. Меня зовут Олег Брейн. Подписывайтесь. Будем дальше смотреть арт-хаузы и прочие интересные игрушечки. Пока-пока.